Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч, я и ведущая Ирина. И сегодня на кухне хостела, в котором я прожила со своей семьей в Эбакуации, я хочу приготовить очень вкусный свекольник. Его еще называют холодным, но назвать их как хотите, от этого он менее вкусным не станет. Единственное, правильного рецепта не существует. Он может быть и без мяса, и может быть и без картошки. Но сейчас я вам хочу показать свой рецепт, который не только вас охладит и освежит, но и конечно же удалит голод. И для приготовления нам понадобятся такие вот продукты. Возьмем свиной полык вареной копченой. У меня можно заменить колбасой, отварным мясом, ветчиной, все что угодно мясное можете сюда положить. Я беру 500 граммов. Конечно же свекла. У меня сегодня свекла молодая, я ее уже отварила среднего размера. Как ее отварить, я вам сейчас расскажу, чтобы это было быстро и просто. Ставите свеклу на огонь, заливаете водой и после закипания варите час. После часа кипения быстренько горячую воду сливаем, холодной водой заливаем. Из-за разности температур свекла быстренько доходит до готовности. Также нам понадобятся огурчики. У меня сегодня крупнее среднего, я возьму 5 штук. Отварные яйца 8 штук. Да, не сказала, я готовлю на свою большую дружную компанию, поэтому столько продуктов. Можете уменьшать для своей семьи в 2 или в 3 раза. 8 штук средней картошки. Тоже я ее отварила. Лук зеленый. Лук зеленый. Нам понадобится только зеленая часть. Белую часть я отрежу здесь примерно 100 граммов. Зелень укропа, граммов 100. Еще нам понадобится пару литров холодной воды. У меня просто очищенная. Можете также взять и газированную. Майонезли по сметану, что вам больше нравится. У меня 500 граммов, но может быть добавлю чуть меньше. Посмотрю по консистенции. Лимонной кислоты и соли я возьму примерно по столовой ложке без горки. Но также попробуем и добавим, доведем до вкуса. Итак, приступаем. Итак, как у нас свекольник, главное у нас здесь свекла, поэтому ее первую очистим. Это можно сделать даже руками, шкурочка хорошо снимается. И натрем на мелкой терке. Яйца и картошку сначала почистим. А теперь картошку и яйца нарежем мелким либо средним кубиком. Тут уж как вам больше нравится. Яйца мы тоже нарежем средним либо мелким кубиком. Я нарежу помельче. Я люблю в окрошке и свекольнике, чтобы нарезка была помельче. И тоже высыпаем в пастрюлю. Балык либо ветчину тоже нарежем кубиком. И тоже я постараюсь нарезать помельче. Высыпаем. И нарежем огурчики. Теперь лучок. Белую часть мы отрежем, отложим. Она нам здесь не понадобится. А зелень мелко тоже постараемся порезать. А зелень мелко тоже постараемся порезать. И добавляем в тарелочку. Зелень укропа нарезаем. Можно также добавить еще и петрушку. Если любите кингу, добавляйте и кингу. Укроп я добавляю прямо в кастрюлю. И теперь можно заправлять майонезом. У меня майонез сегодня магазинный. А как приготовить вкусный домашний густой майонез, вы можете посмотреть, перейдя по ссылочке. У меня он есть на канале. Мы его уже с вами готовили. Сразу же добавим соль. Лимонную кислоту. И размешаем. Добавим 2 литра воды. Размешаем еще разочек. Я люблю, чтобы свекольник был не жидкий. Поэтому воды больше добавлять не буду. А добавить нам с вами осталось только свеклу. Добавляем. Подкрашиваем. И еще разочек размешиваем. Посмотрите, какой сразу красивый цвет у нас насыщенный получился. Размешали. И сейчас давайте попробуем. Может быть придется немножечко добавить соли или кислоты лимонной. И соли и лимонной кислоты оказалось маловато. Добавлю еще по половине столовой ложки. Чтобы не было вкусно. И еще раз перемешаем. Я думаю будет достаточно. Можно насыпать. Добавлю лучка зеленого. И тогда уже попробуем. Музыка. Добавлю. Очень полезно. Добавлю. свекольника либо крошки в летнюю жару просто ничего не существует я могу есть и на завтрак и на обед и на ужин если вам друзья тоже понравился мой рецепт обязательно его приготовьте поделитесь с друзьями свои фото отзывы как всегда можете прислать мой инстаграм а чтобы первыми узнавать о вкусных нарезках на моем канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик я желаю всем мира и добра всех люблю целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов всем пока пока и